Музыка Любому профессиональному объединению, безусловно, важно 2-3 задачи. И первая из них – это глубокое понимание ситуации в развитии отраслей в России и в мире. Потому что симбиоз мира и горных отраслей экономики России настолько сильный, что трудно это переоценить. И вот глубочайшее понимание каждой отрасли, как она развивается, как она сегодня находится и в каком статусе России, что нужно делать и как это в мире перекликается – вот это самое важное. Ну а во-вторых, сами люди, кто это понимание может транслировать. Потому что опыт профессионалов как раз и является энергетикой для улучшения ситуации. В силу этой особенности, в силу людей, кто были основателями и кто являлись или являются ядром – это Малышев, это Орлов, это Иванов от «Химиков», это Литвиненко и Вайсберг Санкт-Петербурга. Часть из них, к сожалению, ушли из жизни, а это ядро такое человек 30-50, которые были и в начале, и которые являются ядром сегодня. Людей объединяет профессионализм, переживания за развитие отраслей в интересах России. Глубокое понимание задач, ситуации в мире, ситуации в России под тем или иным отраслям. Высший горный совет и горнопромышленники, так как мы его с основателями задумывали, он объединяет и по вертикали, и по горизонтали. По горизонтали – это отрасли, 7 отраслей горных. Уголь, металлургия, химия, нефть, газ, геология, золоторудные дела. И территории. Конечно, Чукотка – это одно, Дальний Восток – второе, Калининград – третье, Крым, Краснодарский край – четвертое. По территориям сделаны высшие горные советы. Там отрасли присутствуют и на уровне России. Я глубоко доволен этими десятилетиями и работой вот в этой команде. Считаю, что деятельность за эти десятилетия была такой подвижнической, профессиональной, высокопрофессиональной и гражданско-патриотичной. Перед, когда мы завершали структурные реформы в отраслях горных и переходили к работе по развитию – это конец 90-х, начало 2000-х. Один период. С 2006 по 2016 – это наша интеграция в мир горных отраслей. Она была мощной. Мы имели свой опыт и мы получили зарубежный опыт. И вот с 2016 условно года – это обострение конкуренции. Наши компании стали точно мировыми лидерами. Но если не первыми, то все равно в первой десятке, в каждой отрасли. Но это подразумевает не просто конкуренцию учебную и теоретическую. Многие не ожидали жестокости конкуренции. Но она сейчас, скажем, с 2000-го, там 2000-го, тем более 22-го, перешла в конфронтационный. Нам ничего не остается, как в этой конкурентной жестокой борьбе выдержать. Как только ты выдержишь и не провалишь свои результаты, тем самым ты уже в успехе. Это задача из задач, которые стоят, уже стоят. И еще будет более остро стоять в ближайшие 2-3 года. Всегда спрашивают импортозамещение. Это ахиллесово пята в целом российской экономики. Многим не нравится. Но я сторонник всегда сравнивать по лучшим показателям. Скажем, до 90-го года. А почему мы сейчас должны работать хуже, чем до 90-го? Или по этим десятилетиям, когда мы с миром уже конкурировали. Так вот, до 90-го года авиационная промышленность была у нас супер. Второй, третий. Что с ней произошло? Нам стало выгодно полученные финансовые ресурсы использовать на покупку авиалайнеров и на развитие. Это из чужой отрасли. У горных отраслей, к сожалению, похожий вариант. Нам, горным отраслям, удалось структурные реформы провести лучше всех. Получить колоссальный эффект. Ну, одной угольной промышленности можно рассказывать про эффект. Но в мире такого не получали эффекта. И Россия получила колоссальный эффект от реформы угольной промышленности. Но все равно с 2005-го по последний год шли больше не на развитие промышленности, а на покупку. И покупки были эффективными. Корить себя сильно-то незачем. Потому что ты берешь то, другое и третье, и за короткое время добиваешься увеличения производительности, эффективности. И эффект получен. Но это получен за счет развития науки, технологий. Не у нас. Вот Ахиллесова пята, который просто лозунгами импортозамещения не справится. Здесь нужны более точно поставленные задачи. И они должны быть прямо написаны. И структуры, компании и люди, которые там будут делать фамилии. Как Туполев, как там Келдыш, как там многие-многие фамилии. 50-х, 60-х, королев, которые достигли колоссальных успехов. Фамилия и точная задача. Сделать самолет, сделать гидроэлектростанцию, сделать турбину. Я, безусловно, считаю, что это главнейшая задача. Потому что точно поставленной цели и определения, кто делает, это уже половина успеха. Юрий Николаевич Малышев, это величайший горняк. Мой друг, товарищ. И я с улыбкой и с доброй памятью, с переживанием, что его рядом уже нет, говорил. Как его мягкий, добрый характер позволял ему руководить целой отраслью. Когда надо проявить волю, авторитарность, цель добиться. Это высочайшего уровня профессионал и высочайший уровня человек. Вот этот симбиоз. Он всегда грел, и сегодня память не ушла, поэтому он и сегодня греет мою душу. И он один из основателей Высшего горного совета горнопромышленников. Многих-многих других дел, не говоря о том, что когда-то, там, с 93-го года, мы задумали реформу и ее потом провели. Угольный дан в случае промышленности. Он олицетворяет целую когорту. Краснянский, Яновский, Зайденварк, Тулеев, сейчас там Цвилев в Кузбассе. Вот эта вот реформа, она дала колоссальный эффект. Когда угольная промышленность от дотационности и съедания примерно около полутора процентов ВВП, около миллиона работало, 850 тысяч, сегодня 150 тысяч работают. Угля даем больше, экспорт колоссально больше, колоссально в десятки раз. Поэтому как можно сказать, это памятник нерукотворный. Важна вера, вера и вера. В первую очередь, в себя, что ты это можешь. Второе, это вера в заданность, и она идет свыше. И вот симбиоз этого позволяет человеку в труднейшие минуты, веруя, добиться результата. И когда Церковь определила по нашей просьбе Святую Варвару как покровительницу, мы это приняли, Святейший Алексий благословил это, знаки соответствующие утвердили. Совместно с Церковью определяем, кого и как награждать. Люди в тяжелую минуту к этому как-то обращаются, потому что на бегу, в кутерьме наших проблем, все равно надо находить возможность отстраниться, взглянуть на себя, в мир. Вот это и есть вера для нас, в Корняков. Не сегодня, а примерно в моей классификации 2016 года, мы нашими компаниями, укрепившись и став влиять в мире, вошли не просто в конкурентную борьбу, а в жестокую конкурентную борьбу, которая в последние годы, и не только в 2022 санкциями, а раньше, ну а санкции усугубили, перешла в конфронтацию. Нам ничего не остается не говорить о мелочах, а выдержать. Сбыт главное, и там очень много позиций, которые можно обсуждать и нужно обсуждать, и мы обсуждаем. Сбыт, сбыт, сбыт. Возврат средств финансовых и направления уже не просто на пупку, а на развитие, на развитие, на развитие. Для меня десятилетия уже, минимум два десятилетия, разговоры о создании фондов развития, институтов развития, которые надо создавать, надо укреплять. Но это пятый вопрос. Настолько стали ругательными, что я говорю, давайте забудем о них вообще. Потому что самое важное, цель, проект, фамилия. Цель, проект, фамилия. Институты все должны обеспечивать реализацию цели проекта под эту фамилию. Мне лично в бизнесе удалось в 11 странах поработать за рубежом. В пяти добиться успеха. О каких-то я в фондах развития думал. Меня это глубоко не интересовало. Проект, условия развития проекта и результат. Я не знаю, как еще можно говорить, а мы много об этом и выступали, что надо чествовать цель, проект и фамилию. Но никак не чествовать эти фонды, институты развития. Вот пусть они обеспечивают этому человеку реализацию этой задачи. Ну или этой компании. У нас идет опять обсуждение. Энергостратегия 50-го года у меня вызывает это усмешку. Последние две энергостратегии подвергались впервые резонной критике экспертного сообщества. Правительство не совсем этого слышало. 50-й год и так глубоко понятен установочно. А вот самое важное, это три, максимум пять лет. Максимум 30-й как переломный по многим позициям. И климатической, и экспортной, и перераспределения в мире центров развития. А там, где развитие, там и потребление. Логистика, значит, будет меняться. Я бы считал возможным говорить о двух, максимум трех, пяти годах. Как переломных и укрепляющих. Здесь нужно экспертному сообществу и органам власти, отраслевым министерствам, объединяющему Министерство экономики. Ну, просто сработать, не ошибившись. Точная оценка, точные задачи. Вот это более 50% успеха. Если брать далеко, я сибиряк, вырос, и родился в Тюмени, воспитался, значит, в великой нефтегазовой провинции, на югре. Конечно, я мотался по Советскому Союзу, России, уже будучи генеральным директором. Но когда я в ранге министра в 93-м году проехал Дальний Восток, Сахалин, и все Советское уже просто легло, оно никто, кроме лозунгов, не делает, я чрезвычайно, через себя пропустил вот драму развития этого региона. Драму. Много раз мы мотались, и в частности, с Юрием Николаевичем, по забастовкам Артем, Спартизанск, Лучегорский разрез, а Сахалины родные. Убого, убого и в тупик, в отрицательную. То есть, вот нет прорыва, только общие разговоры. И при этом, люди получили возможность сравнивать, что такое Аляска, что такое Корея Южная, что такое Япония. Вот они, в пределах часа-двух перелет. И там, на этих островах, нет таких богатств. Не было большей задачи еще тогда разворачивать экономику и действия для Дальнего Востока, в целом, для Восточного вектора. Мы примерно в четвертом году провели заседание Торгово-промышленная палата, Союз нефтегазопромышленников, Высший Горный Совет, вот объединяя. И провозгласили несколько тезисов, по-моему, девять. Буквально через год политическое руководство не только поддержало, а мощно развернуло этот вектор. Сейчас видны результаты. Не из Москвы. Особенно, когда ты бывал в 90-е, там в 2000-е, и сейчас, то, конечно, это небо и земля. Прародительницы этого это Сахалин-1, Сахалин-2. Проекты, которые делались тогда впервые, рискованно, но они сегодня работают. Вот если бы мы их тогда не запустили, их бы не было. Потому что такая тяжелая там была обстановка, ледовое, течение, глубины, у нас не хватило бы ни сил, ни средств, ни технологий. К сожалению, давайте будем тоже критичны и откровенны к себе. В симбиозе с миром, да, сами, ой-ой-ой, как надо работать. А затем пошли, пошли проекты. Сегодня это перевалка огромная, в десятки раз возросшая. Сегодня это нефть, сегодня это газ, сегодня это трубы, сегодня это Сахалин и связь Сахалина с материком, Амурские нефтегазовые комплексы, Иркутская компания, свой комплекс начала. То есть, конечно, можно всегда говорить, что мы там отстали, мы допустим лет на 10, но это считаю, что при том уровне развития, который был, мы не очень отстали. Мы молодцы, что развернули. Ну, а в геополитическом давно уже понятно, ну, с 2000-го это точно, что азиатский блок, тихоокеатский блок, динамики развития будет больше, чем условно-атлантический, европейский. И это грех не заниматься этим активно. Поэтому это геополитический, это экономический, стратегический, чисто российский. По многим направлениям там есть перспективы, и надо работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова